Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фаберлик без прикрас. А это значит, что впереди вас ждут самые правдивые отзывы. Очень много пустых баночек, целый пакет, много интересного. Оставайтесь со мной до конца. Я буду прям доставать все по порядку. Закончились салфетки вот такие из линейки Фаберлик Бэйби. Классные салфетки, уже много раз вам их хвалила. Артикул 1798, здесь 50 штук. С удовольствием пользуются, они прекрасно очищают. Мне нравятся материалы, из которых они сделаны. Знаете, сколько ни брала салфеток, разной ценовой категории. Вот материалы, из которых сделаны салфетки, мне нравятся больше всего здесь. И очищают они круто, и загрязнения с одежды убирают. И вообще, потрясающе. Так, вот такая вот каша Нечаев Фэмили Клаб закончилась. Это гречневая каша с яблоком и корицей. Оценили и я, и дочь с удовольствием с утра кушали. Она сказала, что ей нравится, хотя она обычно про питание Нечаев. Она категорично отзывается, не очень ей нравится. Так, артикул, артикул, артикул. 161, 14. Вкусная кашка. Здесь пропаренная гречка, она такая светленькая. И действительно чувствуется яблочко и корица. Не очень сильно, кстати, корица, но я люблю такое сочетание, мне очень нравится. Так, из еды еще кетчуп. Я его практически в каждом заказе беру, вы его видите. Он вкусный, он очень вкусный. Вкуснее я не пробовала, у меня его вся семья любит. Артикул 160, 50. Это классический, из помидоров черри, без сахара, наверное, с подсластителем, с каким-то, да? Он реально вкусный. Так, дальше. Вот такую штуку допила, девчонки. Это фитоконцентрат, 14 порций. Вот такой вот напиток чайный, растворимый. Артикул 157, 15. Я не знаю, что вам про него сказать. То, что от него как-то пободрее, да, пободрее. То, что он вкусненький, да, вкусненький. Вот что еще сказать? Здесь как-то из заявленных функций нету, чтобы что-то опровергнуть, да, или что-то сказать. Состав. Экстракт зеленого чая, экстракт плодов шиповника, сок апельсина, чай матч, ароматизатор, лимон. Кто-то говорит, что экстракт еще зеленого чая, плодов гуараны. Ну, вот за гуарана, да, бодрость. Есть, есть, я чувствовала легкую бодрость. Кто-то говорил, что с этим концентратом он худеет. Не знаю, не могу ничего сказать. Я, в принципе, вроде как худею. Но не знаю, благодаря этому продукту или нет. Так, вот еще что покажу, девчонки. Это wellness суп. Здесь, наверное, одна треть осталось, если не больше. Выбрасываю, выбрасываю. Почему? Это гороховый с копченостями. Артикул его... Где у нас артикул написан? Супа. А вот, 157, 44. И что хочу сказать. Мне, в принципе, эти супы нравятся. У них хороший состав, обогащенный витаминами, минералами. Все как бы здорово. Но он у меня стоял, я его пила изредка. Вот стоял и стоял, и тут опять навела себе суп. И он про горк. И у него такой привкус неприятный стал. Хотя здесь зип-замок, такой достаточно плотный. Не с первого раза откроешь. И все равно он про горк, вот эта вот горечь... Хотя вот так вот нюхаешь, вроде и не чувствуешь. Чувствуешь вот копчености, солености. Укропа много чувствуешь. Он достаточно острый, что мне в нем не понравилось. Не знаю, вообще мне вкус вот этого супа не очень понравился. Почему я и пила его так редко, да? Я сейчас взяла куриный, он как-то вот поприятнее. Хотя тоже достаточно острый. Наверное, все-таки моим фаворитом будет и остается, и был грибной суп. Да, вот эти новые мне как-то вот не очень зашли. Так что я его выкидываю на про горк, пить его больше не буду. Дальше две краски ботаника вам покажу. Мы с вами тонировались. Вот, собственно говоря, то, что у меня сейчас на волосах. Еще после мы с вами ничего, по-моему, не делали. Да, тонировались краской ботаника черничный джем. И пробовали с вами краситься, смешивали 8.1 пепельный блонд и черничный джем. Черничный джем добавляли совсем чуть-чуть. Потом я черничным джемом вместе с окислителем, чуть-чуть водички и бальзамчика для волос, или шампунь, или кондиционер, или маску, не столь важно, тонировалась. Краска ботаника в целом неплохая. Она хорошо держится. Вот до этого я красилась 8.1, две упаковки брала себе на волосы. И она держится. Действительно, вот этот пепельный холодный оттенок на моих волосах держался даже дольше, чем Фаберлик Эксперт Колор. Поэтому краска хорошая. Ничего не могу пока про нее плохого сказать. Она очень бюджетная и довольно неплохая. Воняет, да, воняет. Но что можно хотеть от краски за такие деньги? 8.1, 87, 75, черничный джем, 87, 86. Черничный джем, спрашивали девочки, смывается ли фиолетовым? Нет, он смывается розовым. И вот эта розовина, которая, в принципе, уже с моих волос вымылась, но была, она вот именно черничного джема. Он не дает какой-то пепельный оттенок, он дает, наоборот, такой тепленький, тепленький розоватый оттенок. Так, дальше. Кондиционер органа закончился, 118, 54. Любимый кондиционер по аромату. Я от него балдею, девчонки. Я хочу такой парфюм. Я вам уже много раз говорила. Когда достаешь белье из машинки, развешиваешь на балконе, на лоджии, то по всей квартире аромат. Он классный. Супер. Так, и еще один кондиционер. Его сейчас беру часто, потому что он 0+. На органе нет пометки 0+, а на этом есть Сенситив. Тоже очень приятный аромат. 118, 57. Цветочный. Такой очень приятный аромат. Не такой ярко выраженный на белье, как злота органа, но тоже, тем не менее, чувствуется. Остается запах на белье. И он 0+. Чтобы не брать ни детский, ни отдельно, ни взрослый, я вот решила, что буду брать пока такой. Классный. И вот этот Сенситив, он один остался, по-моему, из стареньких. Он делает самым мягким бельем. Из всех, которые сейчас есть в Фаберлик, вот он делает белье самым мягким. Так, закончился шампунь-бальзам 2 в 1 техно-кит с артикул 2354. Он у нас 3+. Шампунь хороший, промывает до скрипа. Бальзамы здесь я никогда не чувствовала, вам об этом много раз уже говорила. Пахнет зеленым яблочком, очень приятная свежая душка, поэтому никаких нареканий к нему нет. И вот такой шампунь питания и блеск Ботаника закончился. Ромашка и кедровое масло для нормальных и лишенных блеска волос. Артикул 13-18. Это неплохие бюджетные шампуни, очень неплохие. Но они действительно имеют тенденцию, как я заметила, некоторые из вас писали, подсушивать слегка волосы. То есть, нет, ну если мы потом маску нанесем или какой-то питательный бальзам, все нормально. А сам себе по шампунь, он вот такой. Здесь, мне кажется, ну в принципе, как и в шампунях эксперт новых, на втором месте содиум лауреал сульфат. Да? И на третьем содиум хлорид, на первом аква. Подсушивает, естественно, подсушивает, хотя он вроде питание и блеск. Питание и блеск был. Шампунь пенец хорошо промывает, хорошо, к нему никаких нареканий. Бюджетный. Если у вас нормальные волосы, то вот, незачем платить больше вообще, если нет разницы. Вот такой дейзик мужской Вентедвенчерс у мужа, еще один в запасе есть. Хорошие дейзики, приятная одушка, артикул 8154. Действительно хорошие дейзики. Здесь большой шарик, в отличие от женских дезодорантов, да, такой удобный. Я тоже пробовала, пользовалась. Неплохие, неплохие дезодоранты, очень даже неплохие. Закончилась вот такая пена для бритья Ланселот. Одушка классная, мужу не понравилась. Для его чувствительной кожи не подошло. Вообще не подошло, он сказал, больше не бери мне Фаберлик, ничего. Артикул, так, сейчас найду артикул 0553, я ее сама добила. Мне как бы нормально, но если действительно кожа чувствительная, то с этой пеной оно такое же раздражение на коже, как и без нее, собственно говоря. Поэтому, ну не знаю, я больше не повторю покупку. Муж сказал тоже, нет, вообще не надо. Из малышковой линейки закончился гель для подмывания. Вот такой вот Фаберлик Бэйби. Классный, я им пользуюсь, старшая дочь и младшая дочь. Так, артикул 1644, приятная душка, удобный дозатор, классный аромат, никаких раздражений, сухости, никаких нареканий к нему нет. Я перешла вот на эти гели для подмывания для себя. И крем закончился, тоже Фаберлик Бэйби, гипоаллергенный, 0+, это вся линейка, 1645 артикул с депонтанолом. Классный, действительно, крем. Я не скажу, что он супер питает, но вот если какие-то покраснения, допустим, мы из душа выходим, где-то есть покраснения, может от памперса там осталось полосочек или все что-то. Вот этот крем наносишь, и кожа, знаете, такая становится матовая, ровная, влажненькая, как бархат на ощупь. И цвет выравнивается сразу моментально. То есть здесь есть какие-то компоненты, которые кожу успокаивают. И мне очень понравилось, кстати, как крем для рук сейчас использовать. Поэтому обязательно покупку повторю. Крем обалденный в детской серии. Так, фёст-класс, тушь, которую я пою оды уже не знаю сколько, месяц. Вот она у меня сейчас на ресничках, в два слоя, девчонки. Коричневая. Многие писали, что зеленая тушь из этой линейки приходит уже сухая, комочки сплошные и вообще гадость редкостная. Хуже тушь они не пробовали, спорить не буду. У Фаберлик так может быть. Один продукт из одной серии хороший, другой плохой. Коричневая идеальная, просто идеальная. Артикул 5372. Несмотря на то, что здесь фибровая кисточка, эта тушь мне зашла и лучше я в жизни не пробовала. У неё единственный минус. Она начинает подсыхать. И видите, вот комками выдаёт продукт. Уже выдаёт комками продукт. И уже красить неудобно. Вот прямо на кисточке видно, есть такие комочки. Видите? То есть она 3-4 недели служит верой и правдой. Девчонки писали лайфхаки в комментариях. Можно добавить сыворотку для роста бровей и ресниц. Можно добавить сыворотку для лица. Можно добавить всё, что угодно. Мицеллярку кто как делает. Я добавила сюда мицеллярку и начала краситься уже не тот. Эффект не тот. Она, видимо, сильно разжижилась как-то. И уже вот такого эффекта, который мне нравится, его, к сожалению, не было. Тушь для меня сейчас самая лучшая. Пусть она служит всего лишь 3 недели, а потом подсыхает. Подсыхает быстро, в принципе, да. Я всё равно ей очень довольна. Я буду пользоваться пока только ей. Вы уже видели, у меня в заказе 2 штуки. Я себе взяла одну, положила в холодильник. Мисс Кёрл, конечно, сохнет гораздо дольше. Я ей могу месяца 3 пользоваться. Но она не даёт таких ресниц, не даёт. Это вот только второй день. Она ещё не раскрасилась. То есть там вообще класс. Наконец-то добила Инстагламорс вот такую маску. У меня была серебряная. Фу, гадость, девчонки. 5804 артикул. Вот весь тюбик даже блестит. Вот в этих блёсках. Вот она какая, видите, такая серебристая. Они мелкие. Их миллион. Просто в одной капле маски. И они залезают вам на волосистую часть кожи головы. В пушке застревают. В общем, её смыть практически нереально. Спонжем, руками, губкой, чем угодно. Поэтому бесит. Не нравится. Даже когда ты 500 раз смыла и умылась, всё равно у тебя эти блёски где-то, где-то они есть, они остаются. А эффект от неё никакой. Лёгкое увлажнение, не более. Поэтому не берите. Вообще вот эту вот гадость прям не советую. Вот такой крем закончился я из линейки Love. Крем обалденный. У меня им пользуется старшая дочь. Так, артикул 2608. Маску я вам не сказала, по-моему, 5804. 2608. Крем классный. Он как дав в баночке по консистенции. Он густой, уже ничего вам не покажу. У меня дочь мажет личико, ручки, ножки, всё что угодно. Вот она исключительно его расходует. У неё вторая такая баночка есть в запасе. Это лично её крем. Крем обалденный. Очень нравится. Достаточно питательный. Хорошее увлажнение. Не чувствуется на коже. Без жирной плёнки. Хороший, достойный. Такой базовый, как скажем, крем. Так, дальше. Пакет откидываю. Закончился вот такой бат. Less sweet. Это у нас контроль, да, по-моему? Переводится. Less sweet, less sweet. Девчонки. Или контроль, да, по-моему? Контроль. А. Декрет вообще спалил весь мозг. Тут написано контроль. Less sweet. Контроль аппетита. Допила наконец-то, потому что был перерыв во время беременности. Их не пила. Они у меня стояли открытые. Вот допила всё. А что могу сказать? Если пить после обеда во второй половине дня, то уменьшает ночной жор. Вот кто любит перед сном сходить к холодильнику похавать, вот этот продукт поможет. То есть я где-то часов 3-4 дня одну штучку выпивала, и вечером как-то аппетит слегка-слегка снижался. Может быть, если 2, выпить вообще будет красота, да? Поэтому, в принципе, продукт работает. Артикул. Где у нас с вами этот артикул? 15622. Давно уже покупала, даже этикетка пожелтела. В общем, БАДы и Фаберлик неплохие, с хорошими составами. Надо только знать, что, почему, от чего и как, и когда пить. А так они рабочие, они действительно рабочие, но похудеть, допустим, я уже повторялась, вы меня часто спрашиваете про БАДы и Фаберлик. Похудеть они вам и помогут, если вы пьёте БАДы и продолжаете питаться в том же режиме, и двигательная активность у вас та же, вы не похудеете. Ну, может быть, совсем слегка, там, на 200 грамм, на 300, на 500 за месяц. А если придерживаться здорового питания, пить БАДы и Фаберлик, они как вспомогательный элемент такой. Очищение помогает опражняться при ПП хорошо кишечнику, потому что во время ПП бывают застои, да. Лассвит вот контролирует, если вечером хочется кушать и так далее. В общем, об этом можно говорить бесконечно. Вот такой вот дейзик закончился, Фаберлик. 48 часов защиты нет, я уже вам говорила. 24 часа – да. Здесь нет спирта. Это очень хорошо. Артикул 2351. Сейчас буду, вот, закончу один такой, начинаю тестировать. Классный аромат, мне голубенький, нравится больше всего и зелененький. Классный аромат, защищает 24 часа, нет спирта, а на одежде 5 никаких не оставляет, поэтому дейзики эти люблю. Так, и вот такую маску добил, и тоже она у меня давно стоит, девчонки, Вербена. Увлажняющая маска для всех типов кожи, против семи возрастных изменений. Артикул 0874, видите, еще в старом дизайне. Повышает уровень увлажненности, да. Поддерживает упругость, да. Ну, эластичность, разглаживание морщин, конечно, наврали. Интенсивно смягчает, питает, да. Снижает шелушение. Вот здесь нанесите маску на очищенную сухую кожу лица, избегая области вокруг глаз, через 10-15 минут смойте водой. В принципе, так и делала. Но некоторые девчонки ее наносят на ночь, как крем, толстым слоем. Тоже так пробовала, тоже хороший вариант, но мне больше понравилось смывать. Плотным прям слоем наношу на лицо, она достаточно питательная, кремовая, немножко по консистенции похож на маску серии Биомика. Наносим ее на лицо плотным слоем, держим, кожа ее съедает. Вот у меня даже Биомику так не съедает, как эту маску съедает, она практически вся впитывается, остается совсем чуть-чуть. Я остатки спонжем убираю, не то, что я прям ее полностью-полностью смываю, как правило, на ночь делаю. Но если плохо смыть или оставить на ночь, опять же, могут вылезать подкожники, потому что она действительно такая вот питательная. Я как-то один раз толстый слой нанесла, кожу ее почти всю съела, остальное размазала где-то по рукам, там, по декольте. И с утра привет прыщик появился, да. Поэтому вот лучше так смыть не совсем до скрипа, но смыть хорошо ее, на ночь оставлять не советую. Хорошая маска на самом деле, вот она достойная. Достойная, зря вот она у меня так стояла где-то в сторонке. Сейчас последние два дня вот ее добила и оценила, распробовала, так сказать. Вот и все, мои хорошие, вот такие пустые баночки в этот раз у меня скопились. Пишите свои отзывы по этим продуктам. Ссылка на регистрацию Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем с вами общаться. Ну а я вас всех люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok